Винности предоставителей иных народов Какая тонкую глупость не успела проявиться на основе потуга гуизма слабой человеческой личности утвердить свою индивидуальную значимость за весь исторический период жизни для ее тельности человечества. Как бы красиво не выглядели лозунги с масштабными его завершенными призывами, вы должны неизменно помнить, что божие постеболеться не проявляется исключительно через скромность и смирение. Божие проявляются они тогда, когда вы всячески пробуете навязать свои якобы правильные умозаключения, супровождая их убедительными, на ваш взгляд, аргументами, а когда ближние сами, исключительно по своей собственной воле, будут просить вас о том, чтобы вы проявили для них свою правильность. Иными словами, настойно пусть боющие смирение никогда не устремится критиковать и получать ближних, пока они сами не станут просить умеросовета. Качество всякого государства и вовсе страны полностью соответствует качеству тех, кто их составляет. Для вас вовша страна, а то не кто-то другой, там же проживающий. Вовша страна, а то прижделье, но вы сами. Если тягучаете дать негативную оценку стране своего проживания, то поспешите и прижделье дать ту же самую оценку самому себе. Если хотите, чтобы вовша страна была по-настоящему интереснее, то начинайте интересную жильцами, но не так, чтобы к вам применилась поговорка о плохом танцоре, который может она не мешает. Не повторят глупые ошибки, многих у вас всегда есть возможность. Помните, что выбирая то или иное направление, вы неизбежно должны будете согласиться с присутствием этим направлениям и характерным особенностям, которые вполне могут противоречить друг другу. К примеру, выбирая главный жизненный приоритет между накоплением стандартных для существующего вовсе число материальных ценностей и накоплением из ценно-духовных ценностей, вы одну изначально будете вынуждены выбирать одну из противоположных направлений, а значит, ожидать одинаковых успехов и в другом будет совершенно неуместно. В то же время, следовало бы не забывать исторический неопыт, как-то независимо от того, как велик у человека достаток материальных ценностей или хлебных запасов, а то некое образование гарантировало его учение, может гарантировать его духовное благополучие, а сколько и даже наоборот. Изменить пространство можно только практическим примером изменения себя, а не пустыми, противозавышенными словами о каком-то всемущем благе. В заключении хочется упомянуть обудную встречу на юморной зарисовке, где требует никто, спрашивая множество устойчивых перед ним. Хочите изменений? Кавычки кончаются. И множество обозначало свое согласие поднятыми руками, как у кто-то, кто спросил. Хочите именяться? Кавычки кончаются. Но тут уже не было ни одной поднятой руки. А правильно, это когда ты не пытаешься выпитить свое умение. Вот научитесь это делать, у вас будет хорошая подсказка. Поэтому, как ты сейчас выразила эту подсказку, тебе сейчас не удастся передать. Это уже другая ситуация. Ты стоишь перед учителем, пробуешь задать вопрос. Там была другая ситуация, где перед тобой была сестра, которая что-то не умела, как будто говорить. Поэтому ты будешь чувствовать эту ситуацию. Какое-то твое чувство будет подталкивать тебя к каким-то действиям. Ты на волне своих эмоций будешь выражать свои какие-то подсказки. И тут уже будет проявляться самое главное. Что вперед тебя идет? Что ты пытаешься делать? Себя ли выносишь? Или действительно пытаешься подставить плечо и помочь? Поэтому таким вопросом тебе будет сложно сейчас это выразить. Ты сейчас не повторишь эту ситуацию. Поэтому все зависит от того, что вперед выносишь в себя. Присматривайся к этому прежде. Но запрет такой, чтобы дать подсказку без того, чтобы вас предварительно спросили на эту тему, так однозначно будет неверно. Хотя прежде всего я вам тороплюсь. Человек покладистый может не обращать внимания на то, что ты пытаешься получать и как-то пытаешься выдвинуть подбородок вперед и как бы так с высока попробовать подсказать. Он может не обратить на это внимание и с удовольствием воспользоваться твоей подсказкой. Но это не значит, что ты правильно сделала свою подсказку. Поэтому просто внимательно всегда прислушивайся и учись. Вечно учитесь в жизни. Если что-то нужно, то лучше раз переспросите ближнего, не смутила ли его форма вашей подсказкой какая-то. Ну хоть чуть-чуть. Не смутила ли? Проявите жажду узнать правильность своих собственных действий. И когда вы спрашиваете таким образом, когда он засмущается, говорит ли вам вообще на эту тему, то и увидит такой потом окрас в вашем лице, что он может быть захочется дальше и бояться с вами будет встречаться впоследствии. Поэтому сумейте и в этом случае добиться одной правдивой подсказки для себя. Не слишком или что-то. В данном случае я берет себя. Поторопились поставить. А вот это вот как бы слишком я вперед себя или это нормальная подсказка? Это по ощущениям или как? Ты сама не ощутишь это. Или по какому моменту? Вы все действуете по ощущениям всегда. Вы всегда поступаете так, как чувствуете. Вас подталкивают эмоции, вы им следуете. Поэтому если вы делаете ошибки многочисленные, а вы их делаете почти постоянно, что означает ваше личное ощущение. Ну что неправда. Вы делаете то, чему вы соответствуете. Многие действия, которые вы делаете, вы искренне считаете правильными. Вы чувствуете как бы так, что они правильные. Любой ваш шаг, который вы делаете, если вы спросите, а почему вы сделали, вы скажете, я почувствовала, и я почувствовал, вот так лучше сделать. Но ведь многие ошибки на этом были тоже основаны. Где впоследствии потом видели, опа, оказывается надо было как-то по-другому сделать. Но ведь вы чувствовали, что именно так в тот момент надо было сделать. Поэтому лечение не может дать полноценную... ...на цену.